Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителей» И сегодня у нас выпуск не для слабонервных Расскажу, где в Самаре можно проехаться по канату на велосипеде И прокатиться между деревьями на ковре самолёте Что такое верёвочный парк развлечений И со скольки лет можно сюда приходить? Узнаем в выпуске Тестировать сегодняшний аттракцион мы пригласили независимого эксперта Валеру Макаров, лауреат международных всероссийских конкурсов юных вокалистов Он с лёгкостью берёт высокие ноты, а сегодня ради нас покорит и спортивные вершины Ну как, Валера, у тебя настрой? Готов, всегда готов Верёвочный парк – это с виду детская забава Древние греки использовали такие воздушные препятствия для подготовки солдат В парке Самарском тоже можно стать атлетом, если регулярно скакать под кронами деревьев Такой курс помогает каждому почувствовать себя альпинистом, скалолазом, да и просто ловким человеком Инструктаж проводится группами из пяти человек После этого также запускается на трассу После того, как ребёнок проходит трассу, если у него какие-то возникают сложности, мы ему залазим и помогаем Ну или с места объясняем также Инструктор объясняет, что здесь и к чему крепится всё подробно и просто Даже ребёнок поймёт Они здесь, собственно, и главные клиенты Но перед тем, как попасть на маршрут, скалолазы всех возрастов заполняют анкету и подписываются под правилами техники безопасности Экипировка самая современная и сверхпрочная, так что неприятные ситуации исключены на все 100% Выбирая верёвочный парк, обязательно обратите на это внимание Вот смотрите, вот это называется нижняя обвязка, беседка Это усы, вот это вот сам ролик наш Вот, это ещё один сдвоенный ус с кольцом и с карабином Это служит для страховки Здесь просто у нас узлы и каждый желающий может подойти и опробовать себя в этом, не знаю, искусстве, можно назвать, вязание узлов Наш герой, вокалист Валерий Макаров, прошёл инструктаж и готов приступить к заданию Несмотря на то, что молодой человек-медвичок в деле скалолазов, он решает рискнуть Мы будем тестировать одну из сложных трасс Вот, видишь, мат, смотри, лесенка и красный мат Перед тем, как спускаться, что нужно сделать? Ну, не знаю Нужно посмотреть на красный мат И если красный мат пустой, значит, можно ехать Я иду первый раз на эту трассу, очень волнуюсь, думаю, у меня всё получится Для начала определитесь с маршрутом Если вы взрослый человек и пришли в первый раз, начните с лёгкого, не стесняйтесь По иронии судьбы, оказывается, что дети здесь соображают намного быстрее и бесстрашно шагают от задания к заданию Самые смелые посетители выбирают трассу на высоте 7 метров от земли Это считается суперсложным заданием Там мало того, что придётся искать равновесие на дощечках, да ещё и передвигаться по настоящему скалодрому Валера тем временем переходит к следующему заданию Испытания классные! Как будто париж над землёй! Очень страшно, но надеюсь, что следующее испытание пройду Аттракционы связаны логической цепочкой с общими условиями прохождения И чередуются по методам подъёма, перемещениям на высоте и методам спуска Получается отличная зарядка, здесь упражнения на все группы мышц Но главное, на протяжении всего маршрута приходится полностью контролировать своё тело, а кому-то бороться со страхами Чувствую себя как монахом, потому что отправляешься в космос Потому что очень страшно Ну что, раз, два, три! Наш герой голосит от восторга на весь парк и продолжает двигаться к цели Перед тем, как выбрать трассу, надо посмотреть ограничения по росту На некоторых ребёнок может не дотянуться до опорных точек Есть маршруты для самых маленьких Их можно практически пройти пешком под контролем родителей Если вы взрослый человек, то будьте уверены, страховка и вас выдержит Взрослые, да, у нас ограничения по весу 120 кг, так что каждый взрослый сможет Если, конечно, не забоится По сути, наверх можно идти с любого возраста Ну, минимальный возраст 4 года Но самое главное, чтобы с вами был родитель Такая приятная физкультура не сильно бьёт по карману родителей По сравнению с другими развлечениями Стоимость маршрута зависит от его сложности Самый дорогой билет будет стоить в районе 500 рублей Если понравилось, то можно сразу смело отправляться на ещё одну трассу В этом случае получится даже дешевле Валера тем временем подходит к главному испытанию Он помчится по троллейному спуску Верёвочный парк – отличное средство от проблем в рабочем коллективе Здесь можно провести корпоратив, отпраздновать день рождения Или просто внезапно открыть в себе любовь к высоте Полюбил её и наш герой После съёмок отправился на ещё один маршрут Так что не исключено, что Валера Макаров из вокалистов перейдёт в альпинисты Верёвочный парк развлечений будет работать даже зимой Но мы вам рекомендуем, пока не закончились тёплые дни Всё-таки успейте в него сходить Пользуйтесь советами азбуки потребителя До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok